НЛО на дне Балтийского моря. В 2011 году группа шведских глубоководных исследователей искала крушение старого корабля в Ботническом заливе, который является частью Балтийского моря между Швецией и Финляндией, с помощью подводного радара. Корабль затонул в этом районе более 100 лет назад. Самое главное, что ученые ожидали найти, были несколько коробок старого шампанского. Однако при сканировании морского дна на мониторе неожиданно появилось загадочное пятно большого размера. Проанализировав сделанные фотографии, выяснилось, что на дне залива на глубине 87 метров лежит круглый объект диаметром около 60 метров. Он напоминает легендарный сокол тысячелетия из «Звездных войн». Шведские исследователи решили разгадать загадку Балтийского НЛО. В июне 2012 года экспедиция из 11 человек отправилась на дно Балтийского моря, чтобы тщательно проанализировать таинственный объект на морском дне. Его стены невероятно гладкие, есть также своего рода лестница, ведущая на поверхность верхнего уровня. Вход в объект с идеально симметричной овальной формой также был обнаружен. Исследователи также сообщили, что спутниковые телефоны и даже камеры перестали работать рядом с объектом. Беспорядки с электроникой прекратились только тогда, когда они отошли от места аномалии примерно на 200 метров. Дайверы за 20 лет подводных исследований никогда не сталкивались с подобным явлением. Они заявили, что размеры объекта можно сравнить с длиной пассажирского самолета. След, идущий за объектом, предполагает, что, возможно, здесь произошла катастрофа и что объект скользил по инерции вдоль морского дна. Водолазы смогли поднять на поверхность образец материала. Геолог команды Стив Вайнер после тщательного обследования исключил возможность того, что это естественное геологическое образование. Изучив фрагменты, Вайнер пришел к выводу, что перед ним металлы, не встречающиеся в природе. Некоторые эксперты тут же разглядели в устройстве утерянную сверхсекретную нацистскую подводную лодку. Примерно в этих водах Германия и в самом деле проводила некоторые испытания. Другие же наблюдатели вполне уверенно продолжают утверждать, что водолазы обнаружили самое настоящее НЛО. Никаких доказательств этим смелым предположениям на данный момент не существует, впрочем, нет и четкого опровержения. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok